Привет, как дела? Сегодня, так как большинство моих подписчиков любят рассказы о королевской семье, я расскажу вам последние новости, которые просочились в британские СМИ. Ходят слухи, что уже в конце апреля, к 10-летнему свадебному юбилею принца Уильяма и Кейт Миддлтон, королева готовит какой-то сюрприз для кембриджских. Итак, обо всем по порядку. Напомню, что принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 29 апреля 2011 года. К сожалению, самый главный репортаж моей жизни мне не удалось снять, потому что именно в тот день я вылетела домой в Россию на каникулы. И так как я только в конце января 2011 года приехала в Великобританию, я еще мало что знала про королевскую семью и вообще не знала, что их можно как-то увидеть. О том, как увидеть королевскую семью, я уже рассказывала, смотрите в этом ролике. И вот именно тот день я по незнанию, по неопытности пропустила и считаю, наверное, самой большой потерей моей репортерской жизни. Эту свадьбу можно было, наверное, сравнить только со свадьбой принца Чарльза и принцессы Дианы. Ну да ладно, проехали. И вот 29 апреля 2021 года, считая Кембриджи, будет праздновать оловянный или розовый юбилей создания семьи. Будут ли какие-то мероприятия и как проведут этот день герцоги кембриджские, мы поживем, посмотрим. На данный момент в Лондоне бушует пандемия, Лондон сидит на третьем локдауне, и никто никуда не выходит, все общаются онлайн. Ну, так, как должно быть. Уж кто там нарушает или не нарушает, это уже другая история. В общем, королевский биограф Клайв Ирвинг, который недавно написал новую биографию королевы, называет ее последней королевой Великобритании. Но это неудивительно, потому что в следующей очереди на британский престол это принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж. По статистике, приведенной EU Governance Survey, только 37% согласны на то, чтобы следующим королем Великобритании стал принц Чарльз. Остальные же ждут того, что королева каким-то образом сделает Кембриджей следующими монархами. Ну, не знаю, конечно же, за годы ее правления, особенно в последние 10 лет, очень много что поменялось в королевских правилах и королевских протоколах. Королева все-таки старается следовать в ногу со временем, пытается подстраиваться под современное общество. И, допустим, на моем веку, пока я жила в Лондоне, изменилось несколько правил, одно из которых было сделано в пользу Кейт Миттлтон, то есть принцы смогли жениться на простолюдинках. Второе правило было изменено в пользу принцессы Шарлотты, то есть теперь не только мальчики, но и девочки могут становиться будущими наследниками британского престола. Ну и третье – это то, что она разрешила не только простолюдинке выйти замуж за принца Гарри, но и также афроамериканке абсолютно другой нации, абсолютно другой культуры. Таким образом, королева выразила свою толерантность к другим расам и нациям. Королевский эксперт Дункан Ланкорн сообщил журналу «Окей», что между королевой и ее приемной внучкой сложились фантастические отношения. У Кейт всегда есть прямая линия связи с королевой, а во время пандемии они стали общаться намного чаще, и их отношения стали еще крепче. Именно поэтому очень многие считают, что Кейт достойна стать королевой, а Елизавета II тоже видит в своем внуке будущего короля. В 2019 году, к восьмилетнему свадебному юбилею принца Вильяма и Кейт Миддлтон, королева наградила Кейт званием «Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена». Эта большая честь выпадает только рыцарям и дамам, которые имеют особые заслуги перед Великобританией и монархией. Ну а также таким званием удостаиваются королевские особы. Так что королева очень любит свою приемную внучку и дарит ей вот такие вот интересные подарки. Не знаю, может быть, она изменит какие-то правила, и впоследствии престола наследия будет передаваться по завещанию, а не по оправу наследия. Кто знает, поживем, посмотрим, как там будут складываться события. А пока мы ждем апрель 2021 года. Но не думаю, что именно такой сюрприз будет ждать чету кембриджских, на их свадебный юбилей. Это уже не секрет, что королева на 2022 год запланировала масштабные мероприятия в честь своего 70-летия восхождения на королевский престол. Последний раз такой юбилей отмечался в 2012 году. Это был 60-летний юбилей, даймонд юбилей, то есть бриллиантовый. На нем я уже была, о нем я тоже буду отдельно рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И вот в 2012 году королева была вторым монархом, таким вот долгоправящим на британском престоле, после королевы Виктории, которая правила 64 года в Великобритании. То бишь в 2016 году Елизавета II побила и этот рекорд, и стала единственным монархом, который правит в Великобритании более 65 лет. Естественно, 70-летний юбилей, я думаю, она не отложит в долгий ящик и будет праздновать. Ну, если, конечно же, лондонский мост не рухнет, и королева доживет до своего благодатного юбилея правления на британском троне. Как все эти события будут происходить, тоже будем надеяться, что пандемии уже не будет, и мы сможем поехать в Лондон, чтобы насладиться этими мероприятиями. Юбилей обычно празднуется 3-4 дня, и там проходит огромное количество мероприятий с участием королевской семьи. Ну, обо всем об этом я расскажу чуть-чуть попозже, ждите. Кроме того, я думаю, Елизавета попробует преодолеть европейский рекорд, лидером которого стал Людовик XIV, король Франции и Навары, который правил на престоле 72 года. То есть для Елизаветы, в принципе, осталось 3 года, чтобы перепить вообще весь европейский рекорд. Уж не знаю, кто-то правил больше во всем мире или нет. Если вы знаете, пишите в комментариях. А пока ждем апреля, и будем смотреть, какой же сюрприз Елизавета приготовила на праздник принца Вильяма и Кейт Миддлдон. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok